Уважаемые коллеги, добрый день. Я, Верченко Василий Александрович, и тема моего доклада – методика Верченко по клиентоориентированности для конференции. Следующий слайд, пожалуйста. Для формирования конкурентоспособности страны необходима организация специальных площадок, на которых профессионалы могли бы обмениваться полезными и новыми результатами своих разработок. Такими площадками могли бы стать конференции, круглые столы, панельные дискуссии и другие формы надиндивидуального научного творчества. Но, к сожалению, в отсутствии технологии организация подобных мероприятий превращается в откровенную халку. И, как следствие, получается потеря времени, денег и репутации. Вместе с тем, оказывается, что уже существуют определенные наработки, использование которых помогло бы кратно увеличить качество проводимых научных практических мероприятий. Этому посвящен мой сегодняшний доклад. Следующий слайд, пожалуйста. Традиционно отправной точкой научного исследования является сбор и анализ типовых ошибок. Уважаемым коллегам, зрителям моего доклада, мы подготовили список 100 типовых ошибок, которые с большой вероятностью совершают основные игроки конференции. Программные комитеты, докладчики, участники и модераторы. Сейчас на слайде вы видите QR-код, который можно скачать и для себя распечатать вот такой любопытный документ. Это 100 типовых ошибок. При этом, что интересно, эти типовые ошибки разделены по блокам. 71 ошибка посвящена этапу до проведения конференции, еще несколько ошибок непосредственно во время проведения и 10 ошибок на этапе после. Как выясняется, подавляющее большинство организаторов конференции даже не знают о том, что необходимо что-то делать после того, как ты провел конференцию. Если же возвращаться к началу, оказывается, что 71 ошибка, то есть подавляющее большинство ошибок, которые могут быть совершены, они осуществляются на первом этапе. Действительно, подавляющее большинство организаторов начинают готовиться к конференции либо в последнюю неделю, либо в самый последний день. Что, разумеется, гарантированно ведет к тому, что конференции получаются никакой, а у ее участников полностью отпадает желание заниматься научно-практической работой. Так вот, уважаемые коллеги, пока у вас есть время навести смартфон для того, чтобы скачать QR-код и использовать в своей работе данные рекомендации, поскольку этот список можно использовать как чек-лист, Я расскажу всего три примера, три ошибки организаторов конференции. Первая ошибка из моего опыта. Несколько лет назад я захотел принять участие в конференции по HR с, как мне казалось, достаточно интересной темой и наработками, и готов был бесплатно поделиться среди участников. В результате члены оргкомитета встретили меня радушно, с удовольствием и озвучили условия участия. Пожалуйста, Василий Александрович, приходите к нам, стоит это будет для вас 50 тысяч рублей, но не волнуйтесь, все уже со скидками, все включено, поэтому, пожалуйста, деньги на счет, и вы являетесь участником конференции. Нужно ли говорить в этой ситуации, что качество доклада в данном случае проверять никто не собирался? И основной критерий был просто, есть ли возможность профинансировать свое участие. В данном примере оказалось, что все проиграли и отказался от участия, участники не узнали какие-то новые разработки, а оргкомитет так и остался без качественного доклада. Еще один пример, когда действительно оргкомитеты часто ставят барьеры на пути участия очень грамотных толковых докладчиков. С качественными разработками. Один из последних примеров последнего времени, когда Людмила Ивановна Познякова, руководитель клуба умных девочек, постоянная учательница проекта Weekend.ru, направила заявку на участие в конференции для того, чтобы поделиться своим практическим опытом работы с подростками. И получила отказ в не очень вежливой, скажем так, не клиентоориентированной форме. И в результате стыд и срам организаторам подобных конференций, которые лишились и докладчика, и своей репутации. И, в общем, ситуация патовая. В таких конференциях не следует принимать участие. Еще один третий обещанный пример. Участница клуба умных девочек, воспитанница Людмилы Ивановны, Татьяна Викторовна Кыркалова, поделилась своим опытом участия в одной очень крупной IT-конференции всероссийского масштаба. Там достаточно основательно, как они читают, подходят к организации. И на этапе подготовки рекомендовали Татьяне Викторовне встретиться и переговорить со специальным человеком. Внимание, должность этого специального человека может вам многое рассказать. Это оуч по структуре презентации. Так вот, оказывается, само название уже должно было насторожить. Татьяна Викторовна в результате общения с коучем по структуре презентации, к сожалению, не получила рекомендации по усилению своего доклада. Одна из рекомендаций, которую дал этот коуч, это сделать доклад более веселым, добавить смешных примеров. Стоит ли говорить, что такая рекомендация, она негативно сказывается на качестве доклада, отставлена в той сфере, где тема профессионально очень сложная и может просто запутать зрителей. Это не все ошибки, которые совершают организаторы конференций, но мы готовы с ними поделиться. Пожалуйста, надеюсь, что вы успели уже скачать список и подготовиться, разобраться с ними более подробно. Следующий слайд, пожалуйста. Говоря о клиентоориентированности при проведении конференции, следует понять, что мы понимаем под клиентоориентированностью. В нашем случае клиентоориентированность представляет собой гамму различных действий компании в долгосрочных интересах клиента. Это означает, что существует несколько уровней клиентоориентированности. Вот самый первый уровень, можно представить, это базовый уровень клиентоориентированности в сфере продукта. Следующий уровень – это клиентоориентированность на уровне услуг. И еще один уровень, третий уровень – это клиентоориентированность на уровне творческом. В данном случае это клиентоориентированность на уровне конференций. И именно на этом уровне мы сегодня и будем с вами работать, его раскрывать. За последний год в моей базе по клиент-ориентированности скопилось более 1200 примеров интересных решений. Эти примеры я сгруппировал в основные крупные блоки. В зависимости от разных критерий может получаться несколько. В данном случае на слайде представлено 8 ключевых критериев. Мне было любопытно посмотреть, как соответствует данным подходам к анализу клиент-ориентированности самая старейшая конференция в сфере творчества и креатива, стратегии творчества. 50 номер, который мы уже знаем и сегодня присутствует. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, я взял эти 8 блоков и проанализировал подходы, которые накоплены при организации 50 конференций стратегии творчества и сделал, наверное, ожидаемый вывод, что данная конференция является эталоном при проведении конференции. Теперь моя аргументация. В данной таблице вы можете увидеть первый блок, первый столбец посвящен именно названию группы, которая получилась из моей базы клиент-ориентированности. Второй – это краткое пояснение, второй столбец. И третий – это конкретные ссылки, где вы можете меня проверить. Итак, на первом, самый первый блок посвящен тому, как необходимо убрать барьеры между участниками, докладчиками конференции и, собственно, оргкомитетом. Как убрать все эти барьеры? Казалось, что на стратегиях творчества барьеры убираются и во времени, и в пространстве. Например, ну, еще есть финансовый барьер. Как вы знаете, участие в конференции бесплатно, принципиально бесплатно при трудолюбивом исполнении домашних заданий и разработке своего творческого проекта. По времени традиционно конференция проводится в выходной день, сегодня это воскресенье, когда люди могут подготовиться спокойно и не надо отпрашиваться с работы, больше говоря. И третье – если говорить про пространство, в данном случае сегодня конференция проходит в онлайн-формате, и она объединяет людей из самых различных регионов страны и зрителей, я знаю, даже из нескольких стран. Все барьеры сняты. Следующий блок – создать дружественную среду. Любопытно обратить внимание, что существует отдельный документ на сайте Weekend.ru, вы можете его найти по данной ссылке, который посвящен как раз раскрытию секретов подготовки к качественной конференции. В данном случае речь идет о пункте 10 техники проведения научно-практической конференции версии 2.0, в котором четко прописаны инструменты создания дружественной среды. Пожалуйста, ознакомьтесь, посмотрите, как это можно сделать. Сегодня вы, надеюсь, увидели, насколько дружественная атмосфера создается, причем профессионально. Качественная, которая работает на цели конференции. Следующий, третий блок – это говорить на языке клиента, означает коммуникацию. Надо сказать, что традиционно на всех конференциях стратегии творчества идет очень интенсивное профессиональное общение. Четвертый блок – соблюдать правила, посвящен такому блоку, как регламент, правила. И для стратегии творчества существует устав конференции. Надо сказать, что сам документ не очень большой, но в нем есть принципиально очень важные моменты, закрепляющие права и обязанности основных игроков конференции. И, что немаловажно, указана цель, которая соблюдается. Цель конференции – это обмен новой и полезной информацией, новыми методиками решения, преимущественно творческих задач. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий блок – это тренировка сотрудников, обучение. Надо сказать, что во время проведения и подготовки конференции проходят многократные вычетки, доработка докладов, прогоны, репетиции. И это отражение этого факта. Следующий блок – по запросу обратной связи. Надо сказать, что существует несколько форматов запросить обратную связь. Есть форма для дополнений и вопросов. И самое важное, принципиально, что эта обратная связь не только собирается, она анализируется, делаются выводы для следующей конференции. Седьмой блок, посвященный исправлению ошибок. Здесь совершенно справедливо можно сказать, что, наверное, ни на одной из конференций и ни на одном из курсов так часто не предупреждают о возможных рисках и ошибках, как здесь. И это очень важно, очень ценно для стратегических целей участников. И, наконец, восьмой блок – по улучшению обслуживания. Еще раз здесь приводится ссылка на технику проведения научно-практических конференций, в которой содержат 11 глав, и в ней четко прописаны основные действия основных игроков конференций на этапе до, во время и после конференции. Следующий слайд. На следующем слайде как раз представлена методика, которая сейчас разрабатывается, методика клиент-ориентированности действий. Мы видим, что программный комитет, дирекция, как один из основных игроков, вот с его позиции, с его точки зрения оказывается, что какие существуют клиенты. И как именно можно анализировать конференции, формулировать способы по их усилению. Так вот, в данном случае эта таблица – одна из многих, которые можно создать. Она, еще раз повторюсь, с точки зрения клиента. Мы рассматриваем с точки зрения программной дирекции, для которой являются клиентами спикеры, участники и модераторы. Такую же таблицу, матрицу можно создать, например, для докладчика. И у докладчика, например, у меня, я выступаю сегодня в форме докладчика, мои клиенты – это программная конференция, программная дирекция, оргкомитет, это модератор и это уважаемые участники. И моя цель – максимально подготовить необходимую информацию для долгосрочных интересов всех сторон. Так вот, в данном случае сегодня мы говорим о программном комитете. Если посмотреть колонку «Докладчики-спикеры», то вот именно этот узкий момент мы рассмотрим сегодня в моем докладе более подробно и детально, пройдя, опять же, три блока. Мог подготовки, собственно, до самой конференции и подготовки, во время и после. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде мы видим, что начинается большой путь самого первого шага, когда оргкомитет направляет первое письмо докладчику, в котором информируют о требованиях предъявляемых докладов. Я не буду читать данный слайд, вы можете с ним познакомиться более подробно. Хочу обратить внимание на важный момент, который часто не соблюдается на других конференциях, и речь идет о коллективной вычетке, коллективном научном руке взаимопомощи. Пожалуй, фраза «никто не знает столько, сколько все мы вместе» отражает результативность и качество этого подхода. Любопытно, если посмотреть на шестой пункт, что существует практика подготовки Google-облаков и традиционной вычетки, где каждый из коллег выделяет свою фамилию, имя, отчество цветом, и потом таким цветом дает комментарии, вопросы по ходу вычетки. Любопытно обратить внимание на такую деталь по клиенту ориентированности, когда коллега копирует свое имя, отчество, а уважительное очень по правилам происходит общение, доброжелательное, и оставляет имя, отчество в той части вычетки, какой-то 20-й странице, и потом дает свой комментарий. При этом докладчик, конечно, ему очень удобно сразу ответить уважительно, потому что имя, отчество уже встречается здесь. Попытно, что не все это делают, возможно, просто об этом не знали. Таким образом, следующее качество вычетки в этой части может улучшиться. Хочу обратить внимание, что это один из маленьких элементов. На самом деле, большое количество вот таких мелких, казалось бы, несущественных деталей, они и ведут к качественному результату. И они как раз и объединяются в единую технологию подготовки качественных конференций. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь можно увидеть, какое большое количество вычеток и репетиции доклада следует до доведения и до его подготовки. На следующий день после проведения конференции, для подготовки к следующей конференции, скорее всего, уже начнется определенная работа, коллеги начнут делиться мыслями по поводу будущих докладов. Так вот, каждая репетиция открывает новые возможности усилить доклад, вывести его на новый качественный уровень. И это очень важно. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлен алгоритм работы программного комитета с докладчиком на этапе во время конференции. Здесь представлено два формата. Оффлайн-формат и онлайн-формат. Начинается все традиционно с встречи докладчика, с тому, что он знает, куда идти, когда он будет выступать. То есть полностью докладчик очень комфортно чувствует себя в дружеской атмосфере. Я обращу внимание на один из элементов, один из моментов, который я встречал только на конференции стратегии творчества, которая проходила в оффлайн-формате. Существует такая проблема, когда начинающий докладчик знает, что он будет выступать, и во время выступления других коллег он прорабатывает свой доклад в голове. Таким образом, как участник практически выключен из конференции. Так вот, на конференции стратегии творчества был найден очень оригинальный научный ход, когда во время выступления предыдущего докладчика наш докладчик переходит в президиум, поворачивается лицом к залу, и за это время он привыкает к залу, зал привыкает к нему, докладчик настраивается на выступление, и такая проблема полностью снимает вот этот вопрос, как переключиться хорошо, и как все-таки оставаться полноценным участником конференции, несмотря на то, что ты сам выступаешь в данном бюро. И таких находок, таких важных элементах достаточно много. Целью численность, пожалуйста. Мы переходим к этапу после конференции, и важно обратить внимание, что по результатам запроса обратной связи делается профессиональный анализ тех ошибок, которые были сделаны, и предлагаются конкретные рекомендации по их усилению, их нейтрализации для того, чтобы учесть будущий конференции. И, собственно, происходит план старта подготовки новой динамы. Данный алгоритм, который представлен на слайде, включает 18 этапов. Подтверждаю, что это неполный перечень всех этапов, и можно, скажем, иллюстрировать данный алгоритм как многоходовку при подготовке к качественной конференции. Следующий слайд, пожалуйста. Важно обратить внимание, что докладчик делает разработку, результатом которой становится не просто лишь выступление на самой конференции с докладом, а получается геер интеллектуальных продуктов. Вот на моем примере, кроме доклада, который я сегодня представляю уважаемым коллегам, в настоящее время я разрабатываю несколько интеллектуальных продуктов. Это первый словарь по клиент-ориентированности, это серия плакатов, серия видеороликов, и также канал Яндекс.Дзен по секретам клиент-ориентированности. Причем программный комитет конференции, сам проект Кентру, чедро предоставляет свою информационную площадку для того, чтобы протестировать все необходимые материалы. Переечисло. Перехожу к выводам. И в качестве выводов я бы хотел как раз обратиться к основным игрокам конференции, потенциальным докладчикам я рекомендую проводить интеллектуальные, не рекомендую, извините, не рекомендую проводить интеллектуальные разработки, изолированные, без того, чтобы использовать надиндивидуальные формы научного творчества. То есть без участия в конференции, скорее всего, не достигнете вы нужного качества вывода. Докладчикам не рекомендую участвовать в конференциях формально, только для того, чтобы поставить галочку, Организаторам не рекомендую проводить конференции только для своих внутренних целей, отличных от долгосрочных целей участников. Модераторам не рекомендую замалчивать и отказываться от использования своей работы 15 действий модератора во время конференции, ссылка на которые представлена на данном слайде. И участникам я не рекомендую ограничиваться пассивным участием, не готовить свои доклады и не участвовать активно в научной творческой деятельности. Рекомендации. Рекомендую, первое, проводить конференции, круглые столы, панельные дискуссии, действуя в долгосрочных интересах всех игроков данного мероприятия. Второе, знать и применять лучшие практики проведения конференций, включая технику проведения научно-практической конференции работы модератора на проекте Decent.ru, при организации проведения 50 конференций, очень ценный и важный опыт. Третье, рекомендация, формировать и использовать высокие профессиональные стандарты. Четвертое, знать типовые ошибки проведения конференций и не допускать их во время организации своих мероприятий. Пятое, использовать методику по клиент-ориентирности Лерченко при организации конференций, круглых столов и панели. Следующий слайд, пожалуйста. В основе было выделено несколько исследовательских тем. Связаны они прежде всего с тем, каким образом можно синхронизировать интересы основных игроков, как можно ускорить формирование клиент-ориентированности у этих игроков и, собственно, как быть в тех ситуациях, когда клиент-ориентированность не нужна и каковы в данных случаях должны быть алгоритмы действий. Следующий слайд. Это очень ценно. Приглашаю уважаемых зрителей принять участие в проект, который я веду. Ссылку на вас гарантирую. И гарантирую также то, что это будет очень интересно. Следующий слайд, пожалуйста. Отдельная благодарность издательству «Любризон», которая предлагает уважаемым коллегам заказать готовый плакат, распечатанный в качественной полиграфии. Необходимого размера, который тут же можно повесить у себя на стенку. Это 100 ошибок в проведении конференции. И в ежедневном формате встречаться с тем, насколько качественно вы готовитесь к этой конференции. Уверен, что такой плакат будет служить свидетельством того, что вы действительно стремитесь сделать свою работу качественно, лучше, профессиональнее. Следующий слайд, пожалуйста. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Небольшое добавление. Только сейчас сообразил. Значит, нужно покупать плакат «100 ошибок в поведении конференции Верченко» и дарить их комитетам дурацких конференций. Учитывая, что в дурацких конференций большинство, плакатов надо покупать много. Большое спасибо за доклад. Это, соответственно, ваше... Вы обратили внимание на то, что большинство ошибок закладывается на этапе подготовки. Можно ли это считать основной причиной низкого качества конференций? Спасибо за вопрос. Действительно, это одна из причин низкого качества подготовки на самых первых этапах. Но если говорить на более широком уровне, речь идет об отсутствии технологии. Там, где нет технологии, получается скрипит срам и откровенных колоний. Далее. Какова ваша оценка клиента-ориентированности конференций на русскоязычном пространстве? На мой взгляд, ответ очевиден, по-моему, из доклада. Скорее, это риторический вопрос, к сожалению... Купать плакат, бегом купать плакат и дарить. Благодарю за усиление. Я бы добавил, что приятно и важно, что кроме эталона конференции «Стратегия и творчество», вы скажете, Василий Александрович, какие еще есть примеры? Приятно, что ученики Игоря Леонардовича начинают делать очень качественные конференции. Я приведу пример Людмилы Ивановны Позняковой, ее опыт, и уже пятный подсчет педагогических форумов по креативности, который будет в этой очереди. Соответственно, мы никак не монетизируем наше видео, потому что для этого нужно вставлять чужую рекламу. Но приношу извинения, хотя, конечно, это нелепо, недавно YouTube сам, то есть это не наша воля, стал вставлять какую-то рекламу в наши видео. Иногда вставляет, иногда не вставляет. Поэтому, извините. Соответственно, у кого есть возможность и понимание важности того, что делается на курсе, пожалуйста, вы можете софинансировать. Там два счета. Тот счет, который Яндекс.Маня или Юмани, как он называется, он напрямую идет на видео, как бы, да, там, сто процентов, как бы, и так далее. Ну, идемте дальше. Соответственно, у нас получается так, что наша родина русскоязычная, она не любит ни мужчин, ни женщин. И, по-моему, учитывая, что я сейчас, как бы, работаю с очередным клиентом в Госдуму, по-моему, сама себя не любит. Соответственно, у нас небольшое место, созданное мною и моими коллегами, которым каждый раз большое спасибо, где очень спокойно, уважительно, комфортно мы обсуждаем сложные проблемы. Периодически появляется какая-то особь с непонятным количеством конечностей, как правило, мужского пола, который заходит на наиболее интеллектуальный русскоязычный канал и что-то орет, вопит. Ну, соответственно, такая личность всегда имеет дело со мной, и результат всегда один и тот же. Бан навсегда. Поэтому еще и еще раз, на этом канале создана уникальная атмосфера, которой нет, как бы, на сайтах различных НИИ Академии наук, которой нету на сайтах МГРУ, которой нет на сайте СПБГРУ. У нас на сайте эта атмосфера, уважительное отношение, если не любовь, то уважительное отношение, безопасное отношение, внимание к вашим вопросам создано. Поэтому, соответственно, еще и еще раз, прежде чем писать, пожалуйста, изучите наши правила и максимально уважительное отношение. Если вам не повезло с воспитанием, вам не повезло с родителями, бывает. Ну, соответственно, учитесь лучшему, это развивает.